Заходит как-то в бар Дарналд, Мэйфилд, Карр, Мюррей и Гарнер Миншью. И барменам говорит, слушайте, отбросы идите там вот из лужи, попейте на улице. Заходит в бар как-то Дарналд, Мэйфилд, Карр, Мюррей и Миншью. И барменам говорит, господа, пожалуйста, проходите, ваш столик готов. На самом деле это один и тот же бар, один и тот же бармен. Просто в первом случае это 22-й год, а во втором 24-й. У нас все очень быстро меняется. Это легенда 0-17. Перед вами Юрий Марин, Евгений Дубовик, Леонид Анциферов. Кто болеет за команду, которая начала побеждать. Ну и, конечно же, ясно, не за Фрэнкевич, болеющий за команду, которая на всех парах рвется к Суперболу. Не знаю, что я здесь делаю. Всем привет. Да, вот первый вопрос к тебе. Какого черта ты здесь делаешь? Наслаждаюсь. Почему ты не встретишься со своими друзьями из Питтсбурга, Сиэтла и других городов и не запишешься им подкаст «Легенда 17.0». Так ты слышишь, какой я сиплый? Это я просто четыре подкаста уже провел с болельщиками победительских команд. Победительских команд. Русский язык, который мы заслужили. Русский мой, да. Я корел, нормально все у нас. Поправки тоже. Ну что, 24-й год на дворе. Все по-другому. Вот те персонажи, которых я перечислил, не просто так на самом деле. Потому что Дерек Карр – это, по статистике, лучший распасовщик лиги прямо сейчас. Гарнер Миншью, у него самый высокий процент точных передач. У Дарналда самый длинный тачдаун. У Бейкера Мейфилда нет поражений. И он по всем статистическим показать чуть-чуть ниже, чем Карр. Ну и Калер Мюррей только что набрал идеальный пассовый рейтинг за игру. Вот мы с вами говорили как-то, параллельные вселенные. Мы в них угодили, это точно. Как вам в этой параллельной вселенной приятно? У меня такое ощущение, что вселенная такая. Слушайте, а давайте вот эти ребята из подкаста, они будут обсуждать нормальные команды, а мы придумаем способ, как им это сделать. Мы просто поменяем все какое-то время. Ну пока не все. Да, но не полностью. Какие-то вещи все-таки, ну подождите, но должно быть похоже на реальность какую-то, да, все-таки. Да. Ну не сразу, не сразу. Обсуждаем тур? Подожди, ты скажи, как ты себя чувствуешь в этой ситуации? Чувствуешь ли ты себя лишним? Чувствуешь ли ты радость? Чувствуешь ли ты грусть? Дарнольдс. Да. Мультсериал «Эй Дарнольд». Да нет, слушай, я уверен, что моя команда не подведет, что это все ненадолго, поэтому просто наслаждаюсь, пока есть возможность. Потому что, ну блин, не первый год болею за Миннесоты и знаю, что рано или поздно все это закончится. Так что для разнообразия неплохо. Женя, со мной согласен, что разнообразие – это неплохо с 2015 года. Хотелось бы тоже как-то что-то новенькое, да? Хоть что-то бы разнообразить на самом деле за это время. Хорошо, тогда был предикшн. Предикшн. Сам Дарнольд в этом году возьмет трофей Джамаркс Россл или Леген? Хотя бы раз? Хотя бы раз. Ну, во-первых, это от вас зависит, ребят. Но я думаю, что он точно будет сильным кандидатом как минимум одну неделю, да. Я не думаю, что он тебе подчинялся. Да нет, но слушай, все равно я вижу как бы вот ту какую-то рискованность в его игре. И когда мы попадем на какую-нибудь хорошую, разыгравшуюся защиту, я думаю, что он напомнит. Слушай, мне в этом смысле как-то больше всего обидно за болельщиков Джетс. Ну, потому что я болельщик Джайдс. Представляешь, второй Кутербек уже от них уходит, который у них там на трафте брали и надежды какие-то не возлагали. В Джетс играет плохо, потом приходит в другую команду и играет хорошо. Каким классным и Роджерс будет, да. На сцену выходит Зак Уилсон. Зак Уилсон еще здесь. Да, просто парню еще пока не дали шанс. И этот Хакерберг, да, говорит такой, я, кстати, воскрешаюку. Резюме, ребята, стажировка была. Меня Джетс выбрали, ну, это же просто пропуск. Ну, хорошо, Кристиан, тогда ты лучший работник года. Макдоналдс, пожалуйста, Кристиан Хакерберг. Мне кажется, несправедливый к Джетс, потому что в Каролине то же самое. Тоже там двое ушли. Правда, один из них один и тот же, что ушел из Джетса. И заиграли. Наконец-то есть надежда для Брайса Янга. Впервые найдено. Ребята, мы здесь сейчас раскопали надежду для Брайса Янга. Ну, давайте с нее начнем. Ну, мы еще ее закопаем, да. Придет время ее закапывать. Ты ее предварительно раскопал, еще не закопав. Давайте, раз вспомнили, раз уже запахло, давайте сразу ее обсудим. Облом тура. Облом тура. И мне кажется, что один из главных обломов тура – это то, что Каролина стремительно начала уходить с проложенной траектории 0-17. Потому что тренер решил сделать перестановку, Брайса Янга посадить, Энди Далтона выпустить. И это опасно. Мы уже, надежда в нас уже поселилась, что, возможно, это самый сезон. Но, зараза, Дэйв Каналис работает против нас. И, как нагло, после второй недели. Дерзновенно, да? Вот вообще, кто ему права такие дал? После двух недель сажать выбранного кутербэка первым пиком. Подумаешь, ничего он не создал за эти 19 матчей. Ну, елки-палки. Кого это когда восстанавливало? И здесь просто возмутительно. Это наша надеждочка, наша звездочка. Не знаю. Между прочим, обладатель Хайсман Трофи. И свежую офису Джо Маркуса Рассова. Да, человек, у которого рисуме очень солидно. Как и вон, и на банку. Действительно. Обычно-то все с призами Хайсмана топчики сплошные. Но, кстати, у меня есть еще одна теория, что на самом деле Дэйв Каналис – это Леонид Ациферов. Потому что Леня в прошлом подкасте такой. А я считаю, что нужно посадить. И тут нежданно-негаданно. И что мы потом обсуждать будем? Вот этого Энди Далтона и Каролина «Ни рыба, ни мясо». Ни туда, ни сюда. Зачем мне усаживать? Давайте так. Мне нужно будет опровергнуть слухи. Я заявляю, что я не Дэйв Каналис, но я голос, который шепчет ему в ухо с плеча. То есть есть квадрбэк у Виспера. Справа или слева. А это уж как… Это вы узнаете в следующей серии. А ты коуч Уиспера. Не, ну мы знали, что не Дэйв Каналис, потому что ты Энди Рид. Мы это в прошлом сезоне выяснили. Ну, так мы узнали, что Энди Рид шепчет Дэйву Каналису. Слушайте, а правда, вот если как бы в меру серьезно говорить, насколько это вообще дерзновенно посадить Янга после второй недели? Ну, Вилсона же посадили. На две недели позже, чем надо было, мне кажется. Опоздали с решением. Лень, за что ты его так? Ну вот просто прикладываешь бедного парня, почем зря. У него были проблески в прошлом сезоне. Да нет, ну… Каролина победила в прошлом сезоне. Но чем этот результат… Ленин как бывший центр ненавидит небольших поттербеков просто. Ага. Поэтому болеет за Ризона. Я начал болеть раньше. Но это никак не связано. Ни с игрой центром, ни с Ризоной. Ну, я… Все, кто видел игры Каролины, мне кажется, увидели достаточно и на первой, и на второй неделе. Почему Янга надо было осадить? Потому что он смотрит не туда, кидает не туда. Ну, то есть там вообще ноль проблесков. То есть это даже смотреть как-то невесело, неинтересно. Там Хакенберг хотя бы что-то веселое делал на поле в свое время. Вот. А Янг – это просто какая-то беспросветная… Хотелось подобрать слова, но я понимаю, что они немножко не те все. Ну, короче, это очевидно надо было сделать сильно раньше. Они не угадали. В Каролине, я не знаю, там ходят же эти грязные слухи о том, что это все владелец такой плохой. Выбрал единолично Янга, хотя все хотели Страуда. Вот. Но с задним умом-то все крепки в этом плане. Так что… Владелец, самое интересное сейчас, насколько его роль… Мы знаем, что Теппер все решает. Да? И как бы… Я на самом деле примерно туда и набрасываю. Потому что вот, ну, неужели это правда? Канализ пришел такой. И он же пришел вроде бы реанимировать карьеру, а не закапывать ее. А здесь он ее просто натурально еще… Но он свою бы еще не закопать в это. Ну, так вы знаете, я тренер. Янг, а тот Канализ. Две карьеры держатся за руку и лежат рядом под одним камнем. А на камне написано Теппер. Концептуально. Хороший визуальный образ, да. Да, да, да. На самом деле теперь… И так вечер ужасов каких-то мы начинаем. А здесь еще и могилы какие-то. Да. Мне интересно, что, по-моему, Юра говорил в прошлом подкасте тоже, что, да, у нас сейчас теряется шанс на Каролину как 0-17, но и появляется шанс набраться Янга как на нового Джамаркуса Рассела. Потому что если он сейчас как бы посажен на скамейку и не вернется, ну, это вполне себе развитие событий может быть такое, да, то со времен Джамаркуса Рассела не было таких вот случаев. Ну, вот мне кажется, для легенды, настоящей легенде, как легенда о Джамаркусе, легенда о Янге, вот ей не хватает каких-то колоритных, сочных моментов. И мне кажется, Канализ сейчас совершает огромную ошибку. Ну, подожди, ну, мне кажется, была, но тот факт, что за него выменили полцарства, чтобы первым его взять, это уже такой важный постамент для этой награды. Ну, ему самому надо что-то еще сделать. Вот просто вот так вот закончить там на 19 матчах. Он уже шел на тренировку с рюкзачком, как первоклассник. И, в принципе, этого образа было вполне достаточно. То есть, как бы, это профессиональный квадрбэк, который должен руководить большими мужиками. Слушай, на самом деле, я думаю, что мы еще просто многого не знаем. Помните, когда посадили их Дуэна Хаскинса, там потом начали сочные подробности, что он, типа, читать не умеет. Да-да-да, точно-точно-точно. А сейчас... Да-да-да-да, есть надежда на это. То есть, потом выяснится, то есть, мы сейчас вообще все терпели, все терпели, никто не говорил правду, а потом окажется, что... А потом окажется, что он просто право-слево путает. Кого слушает? Кей-поп, кей-поп. Кей-поп. Не, ну это же будет еще большая трагедия, что он хороший парень, у него все, как бы, он все умеет, все знает. Он просто вообще не взлетел. Вообще не квадрбэк по жизни профессиональный. Просто, просто хорошие люди. На драфте хороших людей он был бы первым пикером. Слушай, вот реально, как это получается? Он же реально хорошо играл в Алабаме. Ну, то есть, он был прям... Ну, Юр, во-первых, ты же сам знаешь, что это немножко другой вид спорта. Во-вторых, у него дисбаланс произошел, окружение. То есть, в Алабаме он крутой против гораздо более слабой оппозиции. Здесь, наоборот, он в самой слабой команде против резко взлетевшей оппозиции. Поэтому это непросто. И мне кажется, те вещи, которые ему прощались на уровне колледжа, из-за того, что он невысокого роста, здесь эти вещи не прощаются. Потому что, когда мы сравним его с другими низкорослыми квадрбэками, не будем далеко ходить. Ну, там, то есть, как бы, Кайлер Мюррей гораздо более... Быстрый чувак. То есть, он даже назад отбегает гораздо быстрее. И из-за этого у него больше времени на простые броски. А у меня есть нарезка, я потом как-нибудь скину в течение недели, где все свои чекдауны на рангинбэков Брэйс Янг бросает, подпрыгивая. Он каждый раз подпрыгивает и вот бросает туда. Это очень часто. Я такого не видел. То есть, я видел, как маленькие квадрбэки подпрыгивают, но не на регулярной основе. И там, за два матча, там, нарезка, типа, он 12 раз так делает. Вот. Это как-то очень... Когда мы говорим «работа ног», мы не это себе представляем явно. Маленький квиз для вас. Пока мы не уши далеко от темы, вспоминайте. Вот это вот, ваша любимая. Такой же маленький, как Брэйс Янг? Ну да, в принципе, где-то вот так. Бадом. Да. На пару дней. Вспомните, каких еще первых номеров драфта, кутербэков, сажали на скамейку запасных? А за какой период времени? Скажем так, это все с 21 век. Ну, Джамаркуса. Можно я начну сразу, чтобы спокойно... Хорошо, Джамаркус Рассел. Yes, все, спасибо. Слушайте, ну Бейкера сажали. Сажали же Бейкера. Нашего Мэйфилда. Ну, в Кливленде. По-моему, он только пропускал за травму, потом его же обменяли сразу. То есть, как бы он уходил, его обменяли как стартового. Гофф? Да, вот тоже про Гоффа думаю. Разве его не сажали? Нет, нет. Брэдфорд-то нет. Слушайте, Гришок сажали Илая Мэннинга за... Да. Причем два раза. Его сажали вот это знаменитое ради Джина Смита, чтобы просто серию ему обломать. Да, спасибо тренеру. Как его фамилия была? Кофлину? Я уже не помню. Нет, это был Кофлин, конечно. Это был человек с зализанной назад прической. С замечательной прической, да-да-да. Это был Бен Макаду. Бен Макаду, да. И второй раз уже сажали ради Дэниела Джонса, когда его молодого выбрали. То Илай еще был в команде, и тоже он стал как бы дубленным. Ну, просто когда говорили про Илая сажают, ну, не на четырнадцатом сезоне. Я просто... Нет, ну все-таки... Нет, подожди. Пэйтона Мэннинга сажали так-то. В сезоне, когда Пэйтон потом перст не выиграл. Так что твоя статистика не работает. В 99-го года. Подожди, подожди. В 99-го года... Да, Пэйтон 20-й век. В 20-й век. Да, видишь, какая фишка. Давайте вспомните, еще двое есть. Ну, господи. С Мариоттой, Джеймис Уинстон. Джеймис Уинстон, да. Его сажали ради Райана Фитцпатрика. Ну, вот как раз это вот, когда Райан Фитцпатрик весело ходил потом с цепью на пресс-конференцию в спортивном костюме и был красавчиком. Так, ну и последнее такое. Далеко уже от нас. Неоднозначно. И, может, вы даже не сразу вспомните, что это был первый номер драфта, но так было. Его тоже сажали дважды. Я что-то даже думать... В какую сторону? Да ладно, я не будем затягивать. В какой побережи? Это был Алекс Смит. Алекса Смита сначала посадили ради его однофамильцы. Трое Смита, а потом уже ради Колина Каперник. Так, хорошо. А потом ради Патрика Махомаса. Ну, это уже типа в другом клубе, да. Хорошо. Едем дальше. Обломы. Даллас наказали так сильно, как будто плей-офф уже начался. После первой недели казалось, что прям защита доминирует, нападение в порядке. И как бы не то, чтобы кто-то прям опасный ехал. Да ну, Сейнс. Ну да, они там бахнули. Ну, Каролину же. Но для Сейнс Даллас был еще одной Каролиной. У Далласа это случается. Это было прям в прошлом сезоне, когда Даллас проиграл там тоже в сентябре Аризония. Причем... А я думал, как ты запомнил? Джошу Добсу, да. Проиграл этот самый Даллас. Ну, они обязательно что-нибудь такое отчебучат. Мне кажется, это пока не показательно. Ну, если только они совсем там не угадали с координатором защиты. И он у них в лице... А что это они должны не угадать с координатором защиты? Ну, мы же знаем, что Зиммер вообще не дружит с игроками. И он такой человек себе на уме. Это у него раньше... Может быть, он сразу... Может быть, он сразу... Максимально не согласен с тем, что говорит Леонид. Зиммер подговорил кота. Да, кот Зиммер. Зиммер с людьми не дружит, а с котами очень даже. С котами, да. Да, 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 да. И людей с котами называет тоже. Так что все подходит. Вот, поэтому если только там совсем не разучился Зиммер тренерить и разговаривать с людьми, вот, то я думаю, что Даллас списывается счетов совсем рано. Это не категория худшей команды, да. Я просто говорю о том, что конкретно на этой неделе это был апсет. Потому что по Далласу, конечно, гораздо больше... Это запланированный облом. Ага. Это грустное лицо Джерри Джонса, оно должно было появиться в этом сезоне. И она такой, попивая водичку, такой, блин, опять. Шел 20 какой-то год, да. А есть нарезка грустных лиц Джерри Джонса? Она называется «Жизнь Джерри Джонса», да. Да, да. Боёпик. Грустный миллиардер, самый грустный миллиардер. Ну, хорошая, конечно. Слушайте, я не могу не порадоваться за Эловиной Камаро в этом матче. Потому что столько... Я специально сейчас полезно посмотреть статистику. Столько ярдов он в последний раз набирал в 2021 году. Как раз тогда, когда все вышеобозначенные кутербеки были вообще ни о чем. А Дерикар, а вообще... Ну, вообще, у Нью-Орленс выше всяких похвалок. Я не знаю, мне кажется, Клинт Кубек уже начинает майнить себе паству, которая будет фанатеть и говорить, что вот это... Он уже главный тренер Джайанс практически. Мне кажется, уже нужно записываться к нему в друзья, чтобы потом иметь шанс на попадание куда-нибудь в обойму главных тренеров НФЛ. Так что добавляем его... Друзья Клинта Кьюбек, вот эта знаменитая, да? Да, да, да. Ребята, те, кто хочет найти работу в НФЛ, добавляемся, фоллоем и комментируем. Возможно, вас по этому принципу потом пригласят. Ну, минимально тренером кутербеков. Ну, правда, какую-то вообще волшебную штуку творят. Вторая каравина, да. Его сейчас будут на собеседование звать. Типа, в декабре нельзя, все заняты. А прям, слушай, а давай прям сентября начнем. Чего ты? Канализ, кажется, не настолько хорош, как Кубек. Не, ну, Канализ с характером. А вот есть люди, которые уже висят на волоске. На этой неделе казалось, что Мэтт Лафлер будет висеть на волоске, потому что у него не было стартового кутербека, у него был, не было даже запасного кутербека, у него был Малик Уиллис в руках. Но, тем не менее, с Маликом Уиллисом Лафлер сумел победить. Да, он, конечно, побеждал другую команду, которой, может быть, сейчас нет кутербека. Но это неважно. На самом деле, то есть, он выстроил какой-то геймплан вокруг Уиллиса, и у него была какая-то тактика, и они этой тактики придержались до самого конца. Так что, в этом смысле, тоже победа Гринбэя не читалась, но мое почтение, на самом деле. Слушайте, а может быть, Джордан Лаф все-таки не спаситель? Может быть, это все система? Система Гринбэя? Да, плодовитая северная почва. Многое объясняет, да. Мне просто поразительно. Я вот вспоминаю матч Денвера, когда, помните, с ковидом все кутербеки выбыли, нашли какого-то бедолагу за 300 долларов, который готов был за центром постоять. И, ну, там так хорошо не было. Он, конечно, попал в зал славы НФЛ, если вы помните. А что так дорого? Простите. Я представляю, такие, за Волмар там где-нибудь. Э, парень, иди сюда. 300 долларов хочешь? Он такой... Что надо делать? Я такой не готов. Да, не-не, к ковторбекам на старт. К ковторбекам Денвера, не-не, не готов. 300 долларов. Хоть за один матч попасть в зал славы НФЛ. Вообще просто. Будешь легендный. И там тоже же все было понятно, но Денвер не смог победить. А здесь... Ну, слушай, ну, это все-таки... Ну, большая разница между просто ресивером, который когда-то кидал мяч и сейчас может что-то, и Маликом Уиллисом, который, ну, хоть что-то он тренил все эти годы. Ну, конечно, я утрирую. Конечно, я утрирую. Но я к тому, что вот этот вот план на игру, он, кажется, противоположный команде, довольно понятен. И, тем не менее, они ничего не могут делать. То есть, он такой... Лафлеру звонит и говорит, ребята, будем выносить. Будем выносить. Имеялось в виду Тайтанс. Лафлер хитрый, он не сказал, куда они будут выносить и как. То есть, понятно, что будет вынос, но... И вынос случился. Ну, и потом у Коллз повылетало тоже игроков нормально там в линии защиты по ходу матча. Это, конечно, им подиспортило Марин. Ну, и главное, это вот рецепт успеха в Питтсбурге. То есть, Джастин Филдс не портит. Потому что Энтони Ричардсон, он, конечно, прям портил. И Уиллис тоже справился без этого. Вот, все, что было испорчено в игре, это один мяч, который он получил. Но мы еще до этого дойдем. Сан-Франциско проиграл в Миннеаполисе. И, ну, помимо того, что сенсация, это в то же время какая-то историческая справедливость. Потому что почему-то футинайерс никак не могут победить в Миннеаполисе. По-моему, года с 92-го, то ли 6-го. В общем, очень-очень давно. Там даже стадион снесли, а они все равно... Новый построили. Видимо, как что-то в воздухе. Вот атмосфера Висконсина, да, вот она продуцирует кутербэков. У Миннеаполиса другая суперсила. Они просто вот теплолюбивых побеждают всегда. И вот эта вот сказка продолжается. Да, с Эммон Дарнолда. Мы посмотрели... Сказ о Дарнолде и Джефферсоне. Да. Мне кажется, Дарнолд что-то просто принес. Он же в прошлом году как раз за Сан-Франциско-то и играл. Он какие-то секретики записал себе. Типа, ой, это я знаю. Всегда влево блицует. Ага, и пошло. Слушайте, а вот на самом деле, какова вероятность, что у Сан-Франциско-то проблемы? Ну, у них же главная проблема всегда это травмы. То есть отсутствие ключевых игроков. Сейчас не было МакЭфри, и сразу очень многое повалилось. Потому что МакЭфри же у нас не только игрок по части выносной игры, да, очень много что дает. Минус одна цель на приеме, очень важная. У Парди. То есть Джордан Мэйсон выносит хорошо, но он не такой. Сейчас оказывается, что Парди не спаситель. Представляете? Вот это самое. И мы такие, подождите, он что, системный игрок? Да. А 60 миллионов кому дадим? Короче, вполне возможно, что они будут попадать в наши подкасты, и Сан-Франциско не расслабляемся. Короче, давайте так. Есть ли шанс у Прока Парди взять трофей Джо Маркаса в этом году? О, вообще в легкую. А он... Он уже проявлял себя. То ли брал, да, то ли был серьезным. Четыре перехвата, да. Он же там, когда шел на MVP, а потом такой, не, ребята, это не для меня. Я могу четыре перехвата в одном матче бросить. Без тачдаунов. Посмотрим, что ваши первогодкие смогут. Я бы больше доцелился на то, что крутыми кутербэками внезапно могут оказаться Джошуа Добс или Брэндон Ален, дублеры Брока Парди. Потому что мы знаем, что в Сан-Франциско так принято. Слушайте, а если Брайса Янга отправить в Сан-Франциско, как вы думаете, сработает это? Ну, конечно, почему нет? Одним контендер будет меньше, конечно, сработает. Здорово. Хорошо. Дальше у нас Monday Night Football был. Тоже очень интересный. И до конца там интрига была. И в итоге, опять же, победил Андердог. Ну, наверное, перед сезоном, если нам показали эту афишу, мы бы не так сильно определили, кто из них Андердог. Потому что все-таки Атланта была на хайпе. Но прямо перед матчем, после того, что было в первом туре, Фелканс были Андердогом, и они победили. И мы наконец-то увидели, что Казинс живой. Он наконец-то стал играть в плей-экшен. Он наконец-то стал из-под центра что-то доставать. Ну, мяч иногда. И, в общем, в принципе, Атланта наконец-то показала какие-то проблески того, что ей хайпили все это время. То есть, как бы какое-то живое нападение. Защита плюс Бижан бегает даже. В общем, но мы обещаем Филадельфию должны обсуждать, а не Атланту. Слушайте, а есть ли шанс, что Джейлен Хёртс все? А он, кстати, слушай, мне не показалось, что он смотрелся прям очень плохо в этой игре. Да, да. Мне кажется, вообще Филадельфия просто проиграла какой-то более сильной команде. У них даже туш-пуш шел. Мы же тут все с уходом Келси приготовились хоронить туш-пуш. Кто-то Казинса, кто-то туш-пуш. Оказались они все живые. И все, и 4-1, и тачдауны заносятся с туш-пуша на раз. Да, не, мне кажется, нормально все у Филадельфии. У них и Гребрауна не было. Давайте сразу перейдем к ключевому вопросу. Какие шансы у Джейлена Хёртса получить Джамарку сразу? В этом, да. В этом сезоне. Ну, они есть. Ну, достаточно подговорить троих из нас, и, в принципе, у любого кутербэка будут прекрасные шансы. Кто кто-то? Патрик Махомс? Давайте вот... Патрик Махомс заслужил сам на этой неделе. Справляется, да. Тут можно не подговаривать. Не знаю, не знаю. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству функционеров НФЛ. Имейте в виду, что можно поговорить и... Достаточно купить только три голоса. Все очень просто. И они такие пойдут, такие... Ребята, 300 долларов хотите? Мы говорим сразу, у нас максимально подкупная система. Нас вообще можно купить очень легко. Меня можно дешевле. Даже не 300, можно меньше. Я и за меньшую рекламу продавал. Ну, не знаю. Сильно не демпингуй. Переходим к более грустной рубрике. Она становится грустной с каждой недели, потому что это команды, которые идут на 0.17, их становится меньше. Будем оценивать шансы, как вам кажется. Какие еще поборются, да? Какие еще могут продлить эту замечательную серию и наш собственный восторг. А какие оказались здесь случайно и, в принципе, уже через неделю-две точно пропадут из этой колонки. Ну, во-первых, Нью-Йорк Джайанс. Юра, я в прошлой неделе спрашивал тебя, выйдут ли они куда-нибудь. А теперь у меня вопрос. Как можно было потерять последнее, что у вас было? Победа над Вашингтоном. Да, это мой любимый поговорок. Что, как бы, плохо не шли дела у Джайанса, да? Будет хотя бы одна победа над Вашингтоном. Есть еще один матч. Можем, можем. Верю в команду. Причем Джайанс же уникальную совершенно историю сделали. То есть, это было три тачдауна занесли и проиграли команде, которая не занесла ни одного. Это вообще супер просто, да. Такая статистика. Такое в истории было? В 2006, наверное, только. Ну, наверняка. Не раньше, не позже. Там, кстати, смешно, что Дэбл реально сам себя за ногу и кусил, потому что Грэм Ганон, он вообще-то травмирован был перед игрой. И там была реальная возможность его, блин, посадить и кикера взять на матч. Но нет, нет. Ну, зачем ей кикер, когда есть пантер? Он же не сразу... Пантер не справился, понимаешь? Пантер пробил один раз, да. У одного нога, а вторая нога. И я представляю, знаете, как в рестлинге. Джулиан Эдельман такой перетевается, или Уэс Уэлкер, кто там за этот самый бил, за Нью-Ингланд. Там же были такие истории, когда кто-то из них бил, раздевается, выбегает на поле и забивает победный филгол. Жень, там знаешь, кто бил? Там бил Беличик. Да, действительно, бил Беличик. С этим вообще сложно спорить. Нет, но у них еще был замечательный тоже кумир низкорослых кутербэков, который дропкик забил. Если бы он вышел и забил дропкик в этой ситуации, это был бы просто вообще финиш и бил Беличик. Комментирующий матч, например. Про Винатьери или... Да нет, это кутербэк формальный. Кутербэк. В Канаде, который еще зажигал. Все время забываю его фамилию. Ну ладно. Каналис? Он за Баффлобил в большей части играл в НФЛ, позажигал немножко, а потом перешел в Патриотс, там заканчивал. Ну ладно. Знающие люди в этот момент такие, а, все, я помню, вот вам. Напишите в комментариях, кто это был, потому что уснуть невозможно будет. Абсолютно. Без этой важной информации. Итак... Ну матч-то культовый. Ну вот мы же смотрели, как на дерби 0-17. Это же вот матчап прям под наш подкастик. И вот насколько он оправдал ожидания или нет? Ты про Джейнс Вашингтон? Конечно. Ну я вообще не вижу в Вашингтоне потенциала на 0-17. Теперь-то это уже факт, но и в принципе... Еще тогда... Пересмотрите прошлый выпуск подкаста. После первой недели, да тоже... Конечно. Я тогда еще говорил, что Дэниелс вообще прекрасен. Да, да. Дэниелс реально единственный нормальный кутербэк-новичок. Который не занес тачдаун тоже еще. Ну ладно, я согласен. Он, конечно, смотрится получше некоторых Никсов. Вот, но... А вы знаете, да, что Джей Джей Маккарти в данный момент делит первое место среди кутербэков-новичков по числу пасовых тачдаунов? А, ну конечно, да. Да, конечно. Хорошая шуточка. Так что у Миннесота два крутых кутербэка вообще. В принципе, каждый в своем. Есть такое. То есть он как бы фору всем остальным вроде бы как и дал, да, но при этом... Не пользуется. Я бы напрягся на месте Миннесоты, потому что у них два стартовых кутербэка. Как мы знаем, это очень плохо. Джей и Джей. Ну что, идем дальше. Кто там еще у нас? У нас есть еще команды, которые на 0.17 претендуют? Конечно. Индианаполис-Колдс. Который я с Теннесси спутал. Вот это о чем-то, кстати, говорит, мне кажется. Если твою команду... Теннесси тоже претендует на 0.17. Начинают путать с Теннесси, то тут... Жень, давай, если мы попроще, мы их объединим. Давайте. Индианаполис-Теннесси претендует. Теннесси-Кольдс. Да. Они реально похожи сейчас. Они из одного дивизиона. У них проблемы в защите. У них кутербэки, которые помогают побеждать чужим командам, не своим. И 0 побед. Если заставить Энтони Ричардсона пожрать майонез, то, в принципе, вообще будет одно к одному. Видишь, самое странное в Индианаполис-Кольдс, что Энтони Ричардсон еще живой. Еще не в лазарете. Может быть, команды поняли, что так реально легче побеждать? Они договорились между собой все. Типа, сильные его не бьем, потому что... Выйдет дублер, будет сложнее. Да, будет сложнее. Мне кажется, дело в том, что он еще просто своего Джо Маркуса не получил. А тот, кто не получил Джо Маркуса, еще не может садиться на банку. Поэтому он играет с травмами, не с болью, но хочет получить свое. У него будет шанс сегодня. Давайте посмотрим. Это интрига. Мне саму стало интересно. Балтимор Рейвенс, друзья. Вау! Какая редкая возможность обсудить эту команду. Надо ей воспользоваться. То у них с пальцами что-то не так, то в четвертой четверти что-то отваливается. Что им бы на этот раз помешало? Какая часть тела? Ну, слушай, вся, которые они дергались во время фальстартов, во время... Я не знаю, чем обычно трясут во время фальстарта? Какое место? Тухисом? Интерференция. Такеру помешала нога его собственная. Он, кстати, с 50 ярдов не забивает уже очень давно. Один из семи в последних сколько там, двух сезонах. Один из семи, да. Если он у вас в фэнтези, все, увольняйте. Увольняйте, меняйте на что возможно. Вон, на Вашингтон меняйте. Сразу на весь. Сразу на весь Вашингтон. Там все золото мира. Ну, что, Балтимор-то. С кем у них там третий матч? Может быть, 0-3 вообще будет? А с кем-то будет, да, по-моему, с кем-то таким. С кем-то таким. Вот наше примерное примерное расписание. Тяните время, я посмотрю. С Далласом, с Далласом. Вау, вау, вот это матчап. Вот это матчапчик. О, ой, смокатушечка. Чуй ничейку, договорничок сгоняй. Чисто один-один скатай, а ты нормально. Вашим, не вашим. Чтобы не быть 0-3, и чтобы Джерри Джонс прям не отпустил, не водичка. Нормально. Ну, хотя бы не отрицательный баланс побед и поражений. Нет, это репетиция плей-офф просто. Вы не понимаете. Можно сказать, репетиция супербоула. Потому что это единственное, где они могут встретиться. Ох, смокатушечка-то какая будет. Хорошая, хорошая. А Дивизион-то как пахнет. Вы же, Питтсбург. Питтсбург 2. Браунс. Браунс, в общем, тоже не самый. Ну ладно. Ты не помнишь сколько, да? 1-1. 1-1. А Буроу 0-2. Рейвенс 0-2. Жень, видишь, на старте сезона еще легко отгадывать. Когда ты не помнишь, это такой, вряд ли три всего. Чувствуете, как я по Брэддевскому аналитику зачитал таблицу и такой, а какой хороший расклад. Слушайте, ну, конечно, 20 ярдов тяжелее набрать, чем 10. Это правда. И две победы у этих, а у этих два поражения. Вот так вот. Слушай, кстати, я... Какая разная судьба? Всего два матча, а такая разная. Вот вы смеетесь, на самом деле, как бы вообще, в принципе, у великих почему-то это часто. Я, опять же, слушал какой-то новый выпуск подкаста Беличика с Патришей, и они такие, сейчас мы будем разбирать, типа, как нужно убеждать. Патришу и туда затащил. Ну а куда его? Не выбрасывать же. Координатором защиты был, координатором нападения был. Координатор подкаста теперь, да. И О'Брайен тоже там, и студентов сейчас заберет. И О'Брайен за камерой стоит просто. А МакДэниелс? Где МакДэниелс? Он скрипты пишет. Донаты собирает, да. Так вот, и они, короче, типа, сейчас будем обсуждать Хьюстон-Чикаго. Вот они будут встречаться, да давайте будем обсуждать, как ключи к победе. И там ключи из разряда, не надо совершать турноверов, нужно ball control, да, вот это все. И, короче, вот таких вот банальностей как бы дофига. Это инсайты. Это инсайты. Это такое, не, ну здорово, как все правильно, не поспоришь, действительно, не надо терять мяч ни в коем случае, да. Нужно набирать первые дауны. Это очень простая игра. Да. Нужно набрать больше очков, чем твой соперник. Я такой, я тоже такие подкасты могу снимать. Мне, правда, не поверит никто, да, у меня нет такого багажа, но в целом идеи понятные. Это просто тенденция, просто сейчас все пресс-конференции так проходят у нас от игроков. Вот. До подкастов тоже. Ну, на самом деле, они дело говорят, вот просто очков нужно больше, потому что некоторые тренеры думают, что нужно больше тачдаунов занести, как, например, Джайанс. Вот они, им просто не объяснили, что нужно больше очков. Ошибка новичка. Да, да. Ошибка новичка. Очки. Майк Томлин. Не важно, сколько у тебя тачдаунов, важно, сколько у тебя очков. Вот так вот. Цитата великих тренеров. Так что мы готовы уже. Мы, в принципе, готовы тренировать. Джексон или Джагуарс? Так, тут реакция какая-то. Все те же в цирке. Нет, но он реально, он реально такой. То есть, как бы, ты смотришь обе игры, они даже не отвратительные. Они просто ниже среднего, и все. У них все примерно плохо одинаково. Ну, то есть, в целом, как Джексон и Вильон, мы привыкли его, и так, таким он и остается. Ну, как бы, блин. И название стадиона не помогло, и ничего им не помогло. Это, кстати, очень смешно, да, что они такие, Тревор Бенги, и он проводит дома очень плохую игру, на самом деле. Да, да. Все такие, оу. забываем эту идею, не вспоминай больше никогда. Никогда, да, 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 да. Потрачено. Нечего сказать. Ну, очевидно, что они не порадуют нас сезоном 0-17. Очевидно. Клинт Кьюбек, мы тебя ждем. Но, кстати, там следующие два матча у них довольно сложные будут, потому что следующие они играют против Баффало на выезде, и потом у них на выезде какая-то другая сильная команда. С таким расписанием очень сложно что-то делать, да. Ну, наверное, может быть, Хьюстон, я не помню уже, да. Ну, в общем, я помню, что у них там два выезда будет сейчас. И, то есть, вариант 0-4 легко вырисовывается вообще. Да, но у них дивизион. Там две команды, которые я путаю между собой. Они уж подарят им какую-нибудь победочку. А может, к этому времени кто-то... Так ты их тоже путаешь, понимаешь? Да, и Джексон, короче, там Хьюстон и три какие-то команды. Непонятно. Да. Это можно сейчас новичкам объяснять, кто только начал смотреть НФЛ, и ты им такой, так, вот здесь вот эти, вот эти. А это ЮКФК, там, короче, Хьюстон и еще три команды. Не надо. Лос-Анджелес-Рэмс идут 0-2, и там какая-то катастрофа просто. Ребята с травмами, Пуки нет, Накуа нет, ни Купера, ни Капа, три линейных выбыли, и я, честно говоря, мне страшно за Стэффорда, потому что непонятно, кому он будет бросать, кто его будет защищать. А он-то тоже, как бы, парень такой, не то чтобы очень крепкий. Я уверен, что готовится лидер по пасовым ядам. Как весело работать в бухгалтерии в Лос-Анджелес-Рэмс. Они зарплату выдают буквально Купи и Пуки. О, Господи, я думал, ты сейчас скажешь, что типа нет, сразу лекарствами выдают. Нет, нет, подожди, у нас элитный юмор в этом подкасте. Купи и Пуки, я понял. Мне кажется, за ними стоит третий. Третий на самом деле главный талант на приеме, который нужно будет сейчас раскрыть. И не знали, как его вывести на сцену. Его зовут Тутту. Да. Давайте. В комментариях конкурс на лучшее имя нового принимающему для Лос-Анджелес-Рэмс, чтобы отдел бухгалтерии этого клуба по-настоящему офигел. Я вот, знаю истинную причину. Там, я знаю ошибку, которую совершили Рэмс, потому что все команды, которые там выигрывают, они отправляют в Сан-Франциско на стажировку квотербэков, а Рэмс отправили врачей. И поэтому теперь у Рэмс эпидемия травм. Ну, знаешь, это врачи должны были сломаться в таком случае. Квотербэки-то не ломаются. Они сразу на все соглашаются за 300 долларов, да, я помню. Дэндер. Есть такая буква в этом слове. Да, Евгений, ты думал, отсидишься, да, сейчас такой, ахаха, команд смешные, не различаю никого. Дэндер. Я не понимаю, где все таланты, куда все продолбано. То у нас трейдера не было, то у нас произвести эксперимент, чтобы понять, что сломалось. Например, выпустите Уилсона. Зака Уилсона, я уже жду этого момента. Посмотрим хотя бы. Но, но, есть динамика. Динамика положительная. Играли в этот раз против очень сильной защиты. Бо продолжает пасовать. Количество ярдов за попытку растет просто в геометрической прогрессии. Ну, просто, в принципе, несложно, когда у тебя два ярда было за попытку четыре выдавательных. Прямую линию президента слушаю. Вроде все лучше становится, но как-то, не знаю, непонятно. Надои увеличиваются. Так. Пассивная. С каждым годом все дольше и дольше. То есть, в принципе, просто победы пока еще не пришли в штат Колорадо. Не взошли. Тренер Прайм пока ответственен за победы в штате Колорадо. А Шон Пейтон еще пока нет. Следующий матч Стампа Бэй на выезде. Смокотка. Просто Бейкер. Живет за тобой. Мне кажется тебе, что у Денвера, кстати, очень неплохие шансы дольше всех задержаться в этой рубрике. Да, я просто смотрел, там кроме Каролины где-то там на 12-й неделе все просто какое-то мясо. Какой-то фарш. Танк боу. Да, была надежда на Рейдерс, но когда она все еще, конечно, жива, эта надежда, ну и Чифс, прямо скажем, тоже не суперсильная команда. Надо же хоть что-то куда-то выстрелить. Вот. Поэтому, но в целом там просто тьма беспросветная. Беспросветная. Вот Каролина на какой-то 12-й неделе, ну там уже другая команда будет, там другой тренер, другой кутербэк, может другой владелец, он просто... Нет, Жень, ты вот не прав. За Уолборд зайдет такой парень, тебе команда за 300 баксов не нужна. Жень, ты не прав, потому что у тебя неправильный майнсет, потому что нельзя произнести название Денвера без слова вера. Тебе легче всех. Сложные приколы пошли. У меня попроще. Это вот Женя не знает, куда стрелять, а Боникс точно знает, куда стрелять в ногу себе. Всегда. В любой ситуации. Ну и последняя команда в этом списке, которая все еще идет 0-2, это Цинциннати Бенглс. Подожди, а Каролину куда делать? Ну, я не знаю, может вообще ее не стоит ее трогать? Само заживет. Не трогай и заживет. Хорошо, хорошо, пожалуйста. Давайте не упоминаем. Третий сезон подряд Цинциннати начинает 0-2. Как вам такие традиции футбола из Огайо? Ну, они такими темпами откроют бары в Огайо. Может быть, ну, что-то поменять же надо, да? Но вот нет бара, не идет. Давайте откроем. Ну, случайные пассажиры. Случайные. У них наверняка там, конечно, следующий матч тоже с сильным противником, нет. Дома с Вашингтоном. Ты недооцениваешь Вашингтон. Ты вначале его сильно переоценивал, а сейчас ты его значительно Вашингтон обыграл Джайанс вопреки всем ставкам. Вопреки, а zienцинцин servers в первом туре просто неожиданно проиграли. Поэтому вполне себе и Вашингтон. Ну, ладно, посмотрим. Короче, нет надежды, конечно, здесь на цинциннате, особенно после такого поражения от Чивсы. Но, в общем, несколько хороших претендентов у нас остались. Так что, есть еще за чем последить. И даже в некоторых случаях эмоциональное вовлечение в этих командах. Дурацкие эпизоды. Дурацкие эпизоды. Пробежимся. Ну, во-первых, да, тот самый случай, когда центр Пэкерс, перед тем, как отдать снэп, изверг... Тот самый случай. Мы его везде показали. Даже не футбольные паблики его обсосали пока. Я, знаешь, такой, я как всегда я не тороплюсь. Еще не все посмотрели игры. За первые полчаса после матча такие, смотрите, блеванул на мяч. Паблик называется как-нибудь финансы и поддержка, независимость. Да, что-нибудь такое. Художественная гимнатика в Тюмени. Да, да. Сегодня в Америке центр. В общем, да. Команды, упаковщики. Упаковщики. Он обычно называет центровой игрок. Понимаешь? Центральный. Владимирский. В общем, изверг содержимое желудка на мяч прямо перед снэпом. И как бы дальше ничего не поменялось. Прошел снэп. Малик Уиллис, когда увидел, что у него на мяче, он передумал играть пасовый розыгрыш и просто побежал. Вот. Типа дизайн-тран в ситуации, когда для этого нет никаких вообще. Кроме блевотина на мяче, никаких условий для этого нет. Вот. Воткнулся. У него же полотенце есть. Что он как бы... Мне кажется, Азря совершенно... Он бросает мяч под перехват. Он летит и дебеки такие... Смотри, что на нем. Психологическая сага. Подождите, вот здесь... Просроченную сгущенку, помните? Просроченную сгущенку надо было во вражеские окопы закидывать. Жень, мы тогда еще не родились. Это только у тебя такое было. Ладно, да, хорошо. Мне кажется, здесь важно, что вот из двух людей, задействованных в этом эпизоде, как профессионал себя повел именно центр. То есть блеванул, но свою работу сделал. А Уиллис нет. То есть у него что-то пошло не так, как бы, и он, ну, не выполнял свое задание. У тебя есть розыгрыш. Должен был пас. Да, Тискалит бросает пас. Должен бросить пас. Простите, но он не мог по-человечески так поступить со своими ресиверами. А не со своими. Ну, то есть надо было просто под переход. Хотя бы спайк сделай там, я не знаю. Так он набрал ярды. Он в плюс вышел в этом розыгрыше. Не знаю, какие к нему претензии вообще. Нормальный, хороший эпизод. Ну, это какое-то самоуправство прям совсем. За такое тренер должен прям по голове надавать. Do your job. Do your job. Если бы был Беличек, то... Какая разница, как выглядит мяч, да? Мало ли, что происходило на поле. В каких... В каких шансах я бывал, чтобы... Так кто-то же рассказывал. Была же целая статья, по-моему, на ESPN в свое время, где кто-то из ресиверов рассказывал, типа, когда ты роняешь капу на газон и потом поднимаешь ее. Там, типа, там такого бывает. Типа, я как-то сдал ее на какой-то анализ и там что только не было. Каких только фекалий на них, на этой капе потом не было. Так что да. Ну, в общем, мне понравилось. Ну, это логично. Это же газон, который натуральный, наверное, нет? Ну, где-то, да. Может, искусственный. Мы не знаем. Ну, птицам так только вкуснее. Ну, играть на нем точно неудобно. Вот давайте. Там скользишь. Гарантированно. Ты скользишь. Да, гарантированно сказать. Вот. Но Мэтт Лофтёр сказал, никогда в жизни у меня такого еще не было. Чтобы такая ситуация, конечно, веселая. Теперь было. Теперь было. И когда будут рассказывать, такой, ну, было-было. Тебе так будут говорить. А Уилл Левис ничему вообще не учится. И опять он поступил, как и в первом матче, когда ситуация складывалась не очень хорошо. Он изобразил какой-то самолет или Супермена, я не знаю, полетел, левитировал над землей, отдал мяч сопернику. И когда он пошел на бровку, главный тренер Брэйн Кэлэхэн так и сказал, what the fuck are you doing? Какого хера ты там устраиваешь вообще? Мне нравится, когда, если главный тренер говорит тебе такую фразу, значит, что-то идет не так. Делай иначе. Делай по-другому. А он мог бы сказать, а кто-то... Так он блеванул на мяч, что мне с ним надо было делать. В другом матче, да? Да. Ты вообще видел, что эти центры с мячами делают? Я после этого... Хорошо, Жень, если ты хочешь свести эти матчи воедино, можно сказать, что центр... Малик Уильямс и Уилл Левис, это вообще две фамилии, которые я всегда хочу в одном предложении употреблять. Может быть, центр Пэккер вспомнил эти рекламы, где пьет Левис майонез, поэтому и не выдержал. Не выдержал. В общем, такими темпами... Ну, хотя бы это было красиво, когда он летел. Это было эстетично. Представляешь, Малик Улис перед розыгрышем наклоняется к центру и говорит, «Ты знаешь, с чем пьет кофе?» Уилл Левис. Да! Все, поехали. А знаешь, как в Париже они называют четверть фунтовый читбургер? Уилл Левис? Да. Ой-ой-ой, ребята. Вот, смотрите, нам вот эти все нюансы. Как сыграл Балтимор? Ммм... Видели, центр бливанул? Все, давай, накидываем. Пять минут, сидим вообще. Блин, и нас кто-то слушает еще после этого. Нет, дорогие слушатели, вы знали, на что подписывались. И подписывайтесь дальше, и ставьте лайки. Дальше будет только хуже. Только хуже. С уверенностью можем говорить. А спонсор нашего выпуска Майонез Ряба и Гнеска. Ряба? Ряба. Ряба. Ну, вы же знаменитый голландский бренд. Билл Левис пьет кофе. Так, дальше будет только хуже. Так, в принципе, можно анонсировать и следующий нашего персонажа. Это Кейлип Уильямс. На нем сделали целых 7 секов в последнем матче. И он, конечно, показал еще более, наверное, не знаю, какое слово подобрать, дикую игру, чем на первой неделе. В этот раз эта дикость ничем хорошим не обернулась. И тоже, между прочим, трофей Хайсмана брал этот человек. Да кто этот Хайсман? Почему он портит всех наших квадрбеков вообще? Скажите ему, чтобы перестал так делать. Мы перебьем его Джо Маркусом. Да. Когда-нибудь. Ну и другой квадрбек, тоже выбранный на том же драфте, Бо Никс. На нем был поменьше секов, не 7. Но зато один из них был, прямо вот бывает, призрачный тачдаун, призрачный гол. На нем был призрачный сек. Потому что его сбила сама аура Ти-Джея Уотта. Да, то есть, поэтому я такой, о, со всеми страхами Бо перед этим туром я, конечно, угадал. Потому что получилась прям отличная иллюстрация. Как думаешь, он ему сказал Бу! Он такой, я не Бу, я Бо. И упал. И был слишком занят. Да, и не обратил внимание, что вообще-то розыгрыш идет. Ну, еще один дурацкий эпизод был в исполнении Джамара Чейза, который в простой-то, в общем-то, ситуации психанул, привез своей команде 15 ярдов, хотя, ну, времени прошло довольно много. Между тем, как судья сказал, ему хватит, там, Вуру успел подойти из хадла вообще, и Чейз не прекратил, и в итоге все это стало ступеньками к победе Чивз в этом матче. Потому что ставочка должна была зайти. Да. Я не понимаю. Ну, он там какого-то звездняка поймал, по-моему, максимально. Ну, может, из-за контракта все его как бы раздражает. То есть он судья предъявлял за свой контракт. Да. Да он просто предъявлял. Поэтому просто отгреб. Но видит какой-то важный белый человек. Обычно такие ему контракты подписывают, поэтому сорвался, не выдержал. Ну, ладно, ладно, давайте дошли мы наконец до нашего любимого, самого важного, приз Джамаркуса Рассела. Давайте обсуждаем. Ну, во-первых, я напоминаю, что у Туо Танговей Ло освобождение от врача. Мы не вручаем Джамаркусов даже за плохую игру к футербэкам, которые получили травмы. Да, поэтому Танговей Ло с медотводом у нас на несколько недель. Дальше. Даг Прескарт. Два перехвата у него было. Ну и что? Ну, тоже так. Как будто бы он в защите Далласа играет. Вот если бы он в защите Далласа играл. Не, я понимаю, что когда у тебя Боникс играет, два перехвата, что это такое? Это не впечатляет. Это, это, это в принципе несерьезно. Это не, это не те цифры, не те цифры. Я буду постепенно разгоняться, я не хочу вам сразу меня подку давать. Джаред Гофф. А он почему? Тоже, тоже. Тоже в защите играют. Тоже в защите, да. Что, кутербеков называть, что ли? Ну ладно, ладно. Энтони Ричардсон. Три перехвата. Ставкин, это больше. то есть в принципе набрать три перехвата, это сложнее, чем два. Ладно, давайте рассмотрим его кандидатуру. Я не против. Ну просто он так как-то в прошлом матче ему понравилось, что бросай куда придется и скорее всего попадешь. И он пробовал так повторить. Я не знаю насчет Джа Маркуса, но приз за самое напряженное вообще лицо сейчас в американском футболе надо дать именно Ричардсону, потому что он всегда выглядел вот с таким напряжением в скулах вот всегда и немножко непониманием в глазах. Вот, ну просто это надо отливать в бронзе вот это вот ощущение. Да, он не в скулах и в университе напрягался, да, вот в НФЛ пока не особо напрягается, к сожалению. Не знаю, мне кажется, как раз напрягается, но не там, где нужно. Да. Уилл Левис. Женя, внимание, это не Малик Уиллис, это другой человек. Я думаю, его-то за что? 12 из 14 ногами понабирал-то. Ну, ну, за полет, за полет, за полет фантазии, за, да, кандидат, для меня кандидат. Хорошо. Хоть одного утвердили. Брайс Янг. Ричардсон тоже. Ну вот, Брайс Янг. Бэк ту, нет, нет, вот Брайса Янга надо исключить, потому что люди, нет, потому что люди, которые получают Джа Маркуса, должны радовать нас своей игрой, а Брайс это уже сделать не может. Такой, последний раз посидим. да, да, Просто ты лишаешь ему легенды. То есть, так красиво завершить карьеру в легенде 0.17, ну, это вот человек, которого мы, безусловно, могли бы вспоминать. То есть, он вот просто ворвался, стрик из двух, никому не дал ничего выиграть и ушел. Красиво. Это можно уже как бы ретроспективно, исторически отдавать за заслуги какой-нибудь специального Джа Маркуса. А вот, а сейчас, каждый Джа Маркус специальный. За вклад. Да, да, да. В отвратительную игру. А сейчас, ну что, вот он будет сидеть с двумя Джа Маркусами и ничего не делать. Как хорошо будет сидеть. Перемешивать не будет одна сторона. хотя бы вот тепло, тепло, любовь, которую мы им послали, ее нужно просто удвоить, и чтобы вот он в окружении вот этого тепла и любви набирался. Ты нож положи, когда говоришь про любовь, и что ты там держишь? Это Стиву спросить. Так выглядит приз Джа Маркуса, на самом деле. Да, 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 да. Короче, я очень за Янга прям. Мне кажется, что в этом туре он был очень хорош. Хорошо, у нас есть фаворит. Давайте прослушаем еще несколько кандидатур. Их не так много осталось. Фаворита, я понял вашего. Боникс. Ну, он был лучше, чем на прошлой неделе, с моей точки зрения. Динамика. Четыре. Больше тридцати пассовых попыток, двести с чем-то ярдов, два перехвата. Ну, это в принципе уже стандарт качества Боникса. Если он в следующем туре сделает меньше, чем два перехвата, я удивлюсь. Буду номинировать его в другом подкасте на что-нибудь другое. У нас из других подкастов только про российский футбол мы, конечно, можем его туда сразу забрать. Ну, как бы, не знаю, может, ЮФЛ хотя бы сначала. Потом уже в Драконе. Если бы не приехал, то может Боникс. Ну, кстати, у него довольно короткое имя для названия Телеграм-канала хорошо. Боникс приехал. Боникс приехал. А если еще платить за буквы, если ты перевозишь человека, то вообще дешево может получиться. Ну, вы просто не помните, было время, когда надо было писать телеграммы, и там вот... Это когда ты в окопах скучонкой кидался? Да, да, да. Тогда же телеграммы посылал. Ладно. Когда Пейтона Мэйнинга на драфте выбирали. Внимание, Патрик Махомс. Да, да. Но у Махомса статистика, конечно, может быть, не так впечатляет, как у некоторых других кандидатов, но за вот это уторвение бросить перехват в четвертой четверти, мне кажется, надо рассмотреть. Что бы было, если бы не Джамар Чейз? Да? Вот если бы не Джамар Чейз, мы бы тут прям на серьезных чехах бы обсуждали. Как он его испался? Он выиграл. В этом большая проблема. В этом огромная проблема, и причем не только сейчас. Это хроническая проблема с Патриком Махомсом. Только сейчас я понял, что нельзя произнести имя Джамаркуса, не сказав Джамар. Кикус. Лень, ты везде ищешь какие-то... Да, да, сейчас мы слои, слои, слои. Слои, да. Денвер, это с Верой, Джамаркус, это с Джамаром. Ты чем на работе занимаешься, Лень? Аналитикой. Окей. Аналитикой данных? Ну, то есть здесь отдыхаешь просто, я понял. Видимо, аналитики смог. Да, да. Будем дальше? Да, то есть Патрика Махомса отрицаем. Отрицаем. Каждый день в своей жизни. Келлип Уильямс. Красавец. Вот интересно, да. Да, согласен. Потому что у него тоже есть динамика, но не такая хорошая, как у Буникса, мне кажется. Потому что у него тоже есть трофей Хайсмана. И он тоже был первый номер. А вот он сейчас смотрит на Янга и думает, ну, хоть бы, блин, до третьей недели, что ли, следующего сезона продержаться бы. Да. Что-то не так было. Это проще, когда у тебя есть какая-то проторена дорожка, и ты знаешь, чего ждать. Там все дела. Не, сейчас на самом деле распространяется много видосов, где они сидят одинаково, как Джастин Филлс. Тоже такие, типа, блин. Вот эти вот спасители Чикаго на одной картинке. Очень хорошо. Слушай, а как ты думаешь, а Питтсбург уже такой присматривает себе кутербэка на следующий год? Денвер присматривает себе кутербэка. Нет, я к тому, что куда-то же должно будет деться Калли Уильямс, когда он перестанет быть кутербэком Чикаго, видимо. Ну, не с первого же сезона. Не с первого же. Да, но мысль тоже стратегически. Я думаю, что... А, можно поменять, конечно. Недорого будет, я думаю. Нажаси на Филлса. И Рассела Уилсона. Да, они могут задать Рассела Уилсона. Пакетное предложение. Потрясающе. Ну, не... Для меня все-таки Янг. Мы уже переходим? Или у тебя еще... Да, да, все, закончились. Давайте голосовать. В рукаве там что-то есть. Ну, все. Back to back. Я вот... Так, Юра. Да, Янг, конечно. Леонид. Нет, я вот Янгу давать не хочу. Я... Левису. Эх, если бы ты сказал Келеба Уильямса, мы бы могли... Вот я думал про Уильямса. Ну, все. Я за Келеба, но наше большинство выбирает Брайса Янга. И Брайс Янг back to back. Джо Маркус Рассел Трофис. Да, ребят, свяжитесь с нами, с Юрой. То есть, в принципе, достаточно нас двоих. Эти двое никогда не договорятся. Поэтому можем дешевле сделать, дешевле. Ну, и надо... Еще один фактор, это то, что мы не знаем... Янг наш кандидат. Я прям доволен. Афиша, ты прям никогда... Давно ты не был таким довольным, как Янгу. Какой-то Ребеку, который потерял меня за старт и дал выдуманную награду. Потрясающе. Это прям какой-то видеоролик про то, что... Типа, как тупо играть в фэнтези, потому что мы и так фантазируем, потому что мы не играем с вами в футбол. А это типа фэнтези, профантазийную лигу. И мы еще делаем мок-драфт этой фэнтези-лиги. То есть, как бы максимально удаляемся от реальности. Вот так и мы здесь тоже таким образом развлекаемся. Я все к тому, что мы не знаем, дадим ли мы еще в этом сезоне Брайсу Янгу такую награду. Да. Будем давать Энди Далтону. Ну и напоследок мы практически всех уже перечислили. Аутсайдера, которые смогли. Элвина Камару Юра называл уже, да? То есть, действительно, сбитый летчик. Снова пилотирует. Четыре тачдауна он на этой неделе занес. Три выносных, один на приеме. Большой молодец. Как и все Сейнс, в принципе, выкарабкиваются. Аризона. Сорок одно очко закинуло Рэмс. Да, правильно. Теперь правильно. У меня, правда, 14, но это не важно. Да, и у меня 14. Лень, буквы твои, цифры надо подтянуть еще. Давай, в следующий раз римскими покажи просто и все. Собственно, спадали, да. В общем, Аризоне тоже как бы... Я рад, потому что я такой, типа, команда всем вам покажет. Это будет сюрприз. И вот какие-то проблески начинаются. Так что Аризона молодец. Топлю за них и дальше. Ничего себе проблески. Сорок одно очко. Это вообще... Нет, потому что они очень такие перекошенные. То есть, у них прям супер нападение. Защита... Я больше всего рад, что после прошлой игры что-то как-то все пошло очень странно. То есть, и с Харрисоном, и вот то, что Кайлер начал какую-то фигню, если честно говорить. Ну, было ощущение, что что-то там неладно все-таки в раздевалке. Но вроде разобрались. Вот Харрисон, который там с прошлой игры в зачетке сидел, наконец-то дождался своих мячей. Вот. Получил их. И все. Слава богу, да. Работает. 40 очков. Прекрасно. Давайте. Следующий. Следующий. Кто? Слава богу, что в американском футболе офсайд – это другое нарушение. А не за то, что ты забежал за спину защитнику, да, и тебя бросать нельзя из-за этого. Так бы Харрисон остался без тачдаун. Еще маленькое отступление. Просто раз мы про Аризона говорим. Вот у меня тут висит в краешке углу чат в Телеграме, обрезанный, естественно, на котором висит брейкинг кардиналс. И я пока не решаюсь открыть, что там произошло. Какая же там новость. Давай я посмотрю тихонечко, и тебе, если что, скажу. Да давай уж доведем, и там я сам посмотрю. Ты можешь как-то намекнуть жестами, что там произошло? 14 человек в резерве для травмированных. Да. Ну и заключительный аутсайдер, который смог – это Лас-Вегас, который обиграл Балтимор и вообще смотрелся, на самом деле, очень-очень прилично. Мы знали про защиту, хотя Макс Кросби все равно просто бестия добирался сумасшедшим образом до Ламара. Но, наконец, и заработало это нападение. То есть, меньшее стало видеть Адамса, стал видеть всех остальных двух тайтендов. И, в общем, в принципе, к концу этой игры нападение смотрелось вполне себе средне на уровне NFL. А если у тебя крутая защита и среднее нападение, это уже заявка на очень многое. Даже в таком сложном дивизионе, как Запад АФК. Да? Меньшею Мэджик. Меньшею… В начале четвертой четверти. Мы, в принципе, тоже такой вариант всегда держим под запас. Если из нашего подкаста будет пропадать магия, мы пригласим меньшую. Но пока еще нормально справляемся сами. Подписывайтесь на канал Тейлгейта на Ютубе. Ставьте лайки нашему подкасту везде. Это Юрий Марин. Это Евгений Дубовик. Это Леонид Анциферов. Я Станислав Рынкевич. До следующей недели. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok